Привет всем любителям пошаговых стратегий! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, и это значит, что вы на канале Лёша Играет. 4 октября выходит дополнение к игре Old World под названием Фараоны Нила. В нём будут сценарии, вот Фараоны Нила вы сейчас видите на своём экране, но сценарии я не люблю играть ни в каких играх. Я не хочу это записывать, мне неинтересно реально. Рассказывает он об постепенном возвеличивании Египта, о народах моря, о битве при Кадеше, где они с хеттами дрались и так далее, и наконец там закат нового царства. Если вам такое интересно, то пожалуйста. Кроме этого, в дополнении будет ещё и новая цивилизация. Вот она. Королевство... Ну, по-английски он Kingdom of Kush. Видите, на русский перевели Кушиты, видимо. Ну, это, в общем-то, та же Нубия, тут даже одна из королев Аммониторы. В общем-то, которая в шестой циви есть. Вот поэтому я и решил записать прохождение за Кушитов, за новую цивилизацию из Old World. Традиционно все серии спонсоры видят сразу во вкладке, ну, не во вкладке, а в сообществе, извините, в плейлисте. Ссылка на плейлист в описании в прикреплённом комментарии. Для всех остальных серий будут выходить раз в день. Old World не такой большой популярностью пользуется, как цива, я понимаю, на канале. Но, по моему мнению, тоже очень хороша. Одна из моих любимых игр в последнее время. Ну, и создана, собственно, гейм-дизайнером четвёртой цивилизации. Ну, и ещё, да, и ещё, плюс к этому, традиционно, когда я играю против компьютера, я стараюсь выкладывать сейвы. Так что сейв первого хода будет выложен. Единственное, я не знаю, запустится ли он у вас. Потому что тут нету никаких модов, ничего, то есть вам скачивать не надо. Но я записываю как бы на бета-версии, потому что мне заранее дали игру. То есть я записываю ещё до выхода дополнение 4 дня официального. И, естественно, когда дополнение выйдет, у вас версия будет другая, скорее всего. Ну, посмотрим. В любом случае я выложу сейв. Скачивайте, можете мне написать в комментариях, загрузился ли он у вас. Ну что ж, уровень сложности я ставлю. Последний, великий. Карту, скрипт карты выбираю Тор. Это как бы бублик. Есть снаружи моря и внутри моря. Но здесь оно генерируется интереснее. Я уже играл несколько раз на такой карте. Реально интересная карта генерируется. У вас и внутри даже несколько морей может быть. Снаружи вы можете проплыть. И она, в любом случае, цилиндром сделана. И место вроде для всех есть. Размер карты огромный, на семерых игроков. Но я поставил, что... А, блин, он переключается на шесть. Я поставлю восемь соперников, чтобы было. То есть максимум. И вот из лидеров я взял амониторы. Все-таки заменил амонирену на амониторы. Чтобы, типа, как шестой циви было. Значит, агрессии амбициозные. Может, обычные поставить. Да, эти обычные поставлю. Обычные. Без преимущества. Потому что на такой карте, что у нас тут восемь. И, соответственно, разросшиеся тоже нет. Мы просто не успеем. Города поставить. Везде зажгут. И на этом у нас игра закончится. Ну и все остальное стандартное. Можно победу. Там 200 ходов, ладно, не буду ставить. Потому что я думаю, что раньше, чем за 200 ходов игра закончится на высокой сложности. Не я так с эти компьютеры победят. Ну и все остальное по умолчанию, в общем-то. Давайте начинать. Кушиты в Old World. Вы амониторы, царица и кондакия Куша. Я думал, я Леша. Но оказалось амониторинг. Кстати, по-моему, ее тут изображение красивше, чем в 6-й Циве. Уж извините. Способности конкретно... Конкретно Кушитов. Во всех городах святилища плюс 50% ресурсов дают. Но это там зависит от того, какое святилище. А все юниты могут строить форты. То есть, я, видимо, понимаю, на защиту такая цивилизация, скорее, чем не нападение. Ну и все остальное. Вот у них семьи надо будет еще разбираться. Какие у них тут семьи оригинальные. Охотники, мастера, торговцы. Ну, собственно, все они есть и у других. Цивилизации просто называются по-другому. Ну и сама мониторая у нас строитель, но, будучи лидером, дает два приказа, а что значит, к усовершенствованию завершено. За каждое усовершенствование? Это интересно. Это если так, то может давать очень много, на самом деле, приказов. Ну, давайте заложим столицу, посмотрим, где мы находимся. И я свою рожу выключу. Дофига жемчуга. Обратите внимание, ну, кто не знает, на горячие клавиши можно нажимать, наверное, на М нам подсказать. Четыре жемчуга, это дофига, это ресурс роскоши. Он очень неплохо будет давать. Драгоценные камни недалеко, пшеница для роста. Ну, я, наверное... Ну, понятно, что мы вообще, в принципе, уходить не будем отсюда. И Bold World можно города ставить вот только на таких местах. Я просто думаю, там, где у меня стоит поселение, или куда-то еще походить? Я думаю, что нет. Тут ничего не меняется абсолютно. Давайте думать, кого мы первых поставим. Охотники. Какую семью возьмем? Из четырех семей у каждой цивилизации можно выбрать до трех. И рекомендуется лучше вот с тремя играть. Так, это на войну заточенные и сто процентов от лагеря. Это у нас мастера, культура, рудник, лесопилки. Ну, кстати, лесопилки тут могут быть. И это у нас на культуру. Так, торговцы, сетям. Ну, придется торговцев брать, потому что тут очевидно у нас сети. Вот это ресурс сетями обрабатывается. Так что, представьте, что тут еще плюс сто процентов будет от этого жемчуга. По-моему, очень неплохо. Ну и земли... Или, блин, все-таки земледельцев взять. Во-первых, сельские специалисты быстрее строятся. А обрабатывать жемчуг именно сельские специалисты будут. Во-вторых, все-таки быстрее поселенцы. То есть, в этом городе будем... Я, наверное, земледельцев, кстати, возьму в данном случае. Не царя на то, что сто процентов от сетей. Но первый город... Мне нравится просто либо первый город, либо военных брать. Там, ну, есть охотники, военные, либо вот земледельцы. Земледельцы беру. Так. Посол. А что уже... Какие у них технологии уже открыты сразу? Обработка камня. Отлов животных. То есть, можем ставить лагеря. Прорицание. То есть, святилище можем ставить. То есть, нам либо обработку металла, либо управление открывать. Это ведет... Я, наверное, управление открыл, потому что кэпосу ведет. И там нормально можем тогда культурки насобирать. То есть, ладно, выключаю свое лицо. Если вы этим возмущены, пишите в комментариях, конечно, либо в спортлото. Ну, давайте посмотрим, что в руинках. Наши первопроходцы обнаружили останки обширной цивилизации земледельцев. О, как раз. Поля на возвышении, разделенные неглубокими каналами, намекают на то, что ее жители пользовались методом поверхностного стока. Что позволяло им благоденствовать в сезоны сильных дождей. Это место может многому нас научить о выращивании продовольствия. Собрать с полей останки урожая. 90 еды. Просто получаем и 60 опыта. Либо позволить ученым изучить процесс. Так, а вот бы еще знать, где эта клетка. Ну, я бы сорга взял. То есть, у нас появится еще, вот, типа, как пшеница, еще где-то сорга. А, тут нарисованы. Нет, не нарисованы. Где-то... Левый, альт. Ага, 30, 58. Так, понял. Здесь написано 37, 57. То есть, это 58. А, вот здесь, вот в этом месте сорга, собственно, и поедет. Что-то далековато. Ну, мы сможем, конечно, дотянуться в итоге. Ладно, давайте поставим сорга. Мы потом... А, еще дальше, блин. Ну, такое. Ладно. Так, начнем, пожалуй, с фермы. Вот здесь. Так, а ферма наустребует 20 дерева, которого у нас сейчас нету. Но, во-первых, мы можем купить. А, во-вторых, мы можем вырубить. А, блин, это... Я недавно за хеттов играл, и там хеты умеют вырубать. Ладно. У хетов любой юнит умеет вырубать. Тогда тут мы начнем с вырубки рабочим так. И потом идем сюда, ферму строим. Прикольно в World World то, что если вы один раз вырубаете лес, то он через некоторое время обратно вырастает. Так, мы можем губера посадить. Ну, царицу сажаем губернатором. Потому что она видит дополнительно к росту жителя, значит, что поселенец еще быстрее будет строиться. И, наверное, генерала посадим. Так, что лучше? Когда прилегает такой же юнит, у нас пока этого нету. 10 к шансу крита, 6 очков. Ну, тут то же самое. Ну, тут, кстати, посильнее, мне кажется. Это типа муж нашей королевы. Так, еще один приказ остается. Давайте куда-нибудь сюда сходим. Тут важно исследовать территорию, потому что это... Ну, в общем, открывая местность, вы еще легитимность получаете. А легитимность влияет и на мнение семей к вам. И, видите, мнение семей плюс 14 легитимности. И плюс 1,4 это приказы. А на приказах тут все завязано. Так, вот это место под город свободно. Но нам надо найти, где у нас варварцы могут быть. Ага, вон они. Если вы оставляете скаута внутри леса, то его варвары не видят. Так, вот давайте мы сюда, собственно, прачником и пойдем. Попробуем этих варваров завалить. Вот тут можно собрать олени, дичь. Видите, 8 еды это нам даст. Но пока у нас нету приказов на это. Пока у нас в начале все очень слабенько. Так, слушайте, а какие мы святилища можем построить? Я бы уже раз тут 100%. Святилище Сабумакала. Плюс 3 к еде. Кушительского язычника распространяет. Открывает доступ к служителю-ученику. Плюс 20% к прилегающим пастбищам. У нас пастбища нету. Нету в этом городе. Святилище Милула. 7 десятых приказа. Плюс 20% к прилегающим фермам. Вот это поинтереснее. То есть где-то вот тут, наверное, можно... Вот тут сюда его поставить, например. Ападимак это для войны. Святилище Амани. Приказ. Вот за каждое прилегающее чудо. Ну блин, фиг знает. Тоже, блин, и тут чудеса строить. Пока непонятно. Вот сюда встану. Тут больше защита будет. Исследую. Что у нас есть. Надо теперь этим скаутом сюда вернуться. Забить это место. Чтобы никто не мог занять его. Через два хода, точнее, следующим ходом появится варвар здесь. Нам надо, наверное, сначала... Я думаю, что мы... Ну тут тяжеловато. Вот этот стреляющий, да? У него плохо против меня, потому что я стою и на холме, и в лесах. Юнит, который в лесах, по нему очень тяжело стрелять. Так, уже предлагает... Опять же, 20 дерева требуется. Ну давайте вот тут вырубим. И будем в сети. Тя-тя-тя-тя, наши сети притащили мертвеца. Гопа дрится. Гопцаца. Так, ну пока все норм. А вроде по плану идет. Сейчас я посмотрю, я этого поселенца туда или туда отправлю. Вон, появляется юнит, зависит от того, будет ли выглядеть так, что я тут зачищаю территорию. Так, подождите. Я так сильно... Давайте, наверное, сюда тогда отправляюсь. Я, сори, тут вижу, будут драгоценности и золото. Мне пока это место побольше нравится. Я бы в Миро и, наверное, еще одного. А, он 100 еды стоит, которых у нас нет. Тогда фермера надо. Это добавит прирост еды еще. Тут и обработанные клетки что-то дают, и специалистов, когда вы в них сажаете, что-то дают. Но специалиста надо как будто его построить, типа, понимаете? О, вы родились сына по имени Принц Тахарка. Так, ну, ставим город. Нет, давайте сначала тут. Мы сейчас, даже несмотря на то, что это стреляющий юнит, он зачистит этот лагерь. Тут это удобно сделано, да? И точно так же стреляющие юниты могут захватывать города. Вот. Я сейчас убиваю. Когда никого нету внутри лагеря, этот лагерь зачищен. Видите, я еще получил 50 камня. И все, теперь я держу это место под город. То же самое и здесь можно было встать с любым юнитом. Как бы будем держать, но... Так, знаете, я, наверное, вот так пройду вперед. Посмотрю еще, что тут есть. Но обычно можно ставить. Хотя, вот видите, вот сюда если поставлю или сюда, то дотянусь и до драгоценных камней. Ладно, давайте сюда ставить. Теперь надо решать. Я не хочу теперь земледельцев. Значит, у нас остаются торговцы. Плюс то к сетям. Ну, такое. Мастера. Вот, рудник и лесопилка. Тут будут два рудника. Ну, кстати, мастера, я думаю, тут в тему. Как раз. И видите, мы нашли реку. Мы можем, кстати, если вы первый находите, то можете ее даже переименовать. Но я буду оставлять как есть. Нам предлагают именно нумибийские названия. Начну с рабочего. Так, нам опять тут будет сейчас не хватать дерева. Но в данном случае я, наверное, могу... Я его лучше куплю. То есть я не буду тратить ходы, чтобы сюда спуститься. Я просто перемещаюсь. Теперь, видите, я не могу построить. Мне не хватает 20 деревьев. Но если я нажму Alt, то за 80 монет я их как бы куплю и сразу начну строить. И этим рабочим тоже начнем с рудников. Надо еще посмотреть наши семьи. Вот эта семья, видите, хочет драгоценные камни. Так что я начну с драгоценных камней, а не с золота. И тоже требует, по-моему, дерево для рудника. Да. Опять же куплю. И вот у меня хватило всех приказов начать. Ну, пришлось потратить 160 монет. Приказы можно будет покупать за муштру. 100 муштры это один приказ. Но у меня, видите... Я потратил 100 муштры, чтобы генерала добавить в... К... Прощнику. Ко двору с просьбой об услуге, словно сговорившись, одновременно являются близкий родственник семьи Ирджет и близкий родственник семейства Сиджу. Ирджет надеется, что вы отплатите им за годы верной службы, в то время как Сиджу за годы верной службы... Я прошлым ходом ваш город только поставил. Годы верной службы. Ну, ладно. В то время как Сиджу всегда вас поддерживали и хотят еще более сблизиться с короной. Готовы ли вы поддержать интересы одной из знатных семей? Но это мы начинаем амбицию. Это один из способов здесь победить. Выполнить 10 амбиций. Вот я бы взял вот это и сдать закон Эпос, потому что я конкретно хочу издать закон Эпос. Я прям пойду к нему. Закон Эпос позволяет... Короче, за убийство юнита дает 10 культур ближайшему городу. Это очень-очень круто, на самом деле, для развития. И он как раз вот после управления. После управления та технология должна... Ну, будет возможно ее исследовать. Скажу так. Так, тут мы... Сколько нам дадут за... О, 50 монет дадут. Давайте на лошадей. Значит, вы можете все ресурсы, которые за вашими границами, вот так вот собирать. Не обязательно, кстати, скаутом. Наверное, то же самое с оленями сделаю. Вот, видите, еще место для города, которое варвары держат. Нам надо пока 100 еды собрать, чтобы поселенца можно было строить. Они должны там вроде... О, я уровень получил. Лечиться пока не могу. Так, бой плюс 5. О, давайте суровый возьмем. У нас как раз суровый. Эдуард суровый. Блин, может его поменять название. Так, что нам вообще вот эти сети, когда они сами по себе дают? Две культуры и 20 денег. Это без специалиста. Я просто думаю, надо ли мне еще пока... Сейчас жемчуг я бы что-нибудь на еду лучше построил. И, соответственно, святилище бы рядом. Знаете что? Я бы, наверное, где-то вот сюда святилище поставил сейчас. Ну, или наоборот, сначала ферму, а потом святилище. Кстати, вот можно подсказки открывать. Вот если вы переключаете на улучшение, в данном случае нам нужны сельские улучшения, ферма. И вам сразу показывает, на какой клетке сколько будет еды. Ну, и сколько выхлопа. Как и в шестой циве, в олд-ворлде тоже прилегающие одинаковые улучшения что-то добавляют. Вот видите, в случае с этой фермы, у нас уже ферма есть. И рядом, во-первых, она добавит туда полторы еды, и та еще ферма будет. Я бы, наверное, вот здесь делал ферму, а потом сюда уже святилище. Как-то так. Тем более, тут мы сразу... Ну, обратите внимание, что я потратил три приказа. Потому что один приказ вырубить лес, второй приказ полностью убрать вот эти корни, и третий приказ, наконец, ферму ставить. И это мне дало, кстати, не 20 дерева, а 40. Так, еды. Ну, я могу еще заплатить. Слушайте, я давайте, наверное, заплачу. Надо поселенца строить уже. Чем быстрее мы города расставим, тем лучше. Давайте соберу здесь дичь. Блин, надо было сначала собрать дичь, а потом покупать. Видите, он мне добавил 10 еды. Смешка лишние деньги потратил. Так, ну че тут? Я думаю, что мы сейчас убьем его. Прачник свою миссию выполнил. Египет начинает строить висячие сады. По идее, нам нужно показывать, где они строятся, но... Это нет. Убиваем. Победа в битве еще сильнее прославила почтенного царя-консорта на такомане младшего, чье имя отныне воспевают в народных песнях и сказаниях. Наших советников беспокоит его стремительно растущая популярность, которая может стать угрозой вашему правлению. Так, он становится знаменитым. В качестве наместника. Городские специалисты минус 25%. И мнение семей плюс 40, если он лидер. Да, только он... То есть, в данном случае он нам никаких бонусов не добавляет. К сожалению. Есть еще рабочий. Тут рудник делаем. Так. Ну что еще они тут заточены? Осадное орудие. Так, время строительства городских улучшений меньше. Так, нам, может, городские улучшения лучше здесь строить. Ну и можно, наверное, прачника пока. Хотя, конечно, не заточено на юниты. Но просто я тут ничего другого не хочу строить. Блин, с другой стороны мне камень на светилище понадобится. Может, тогда просто совет проведем? Давайте пока просто совет. Совет да любовь. Забираем лошадей. Еще 50 монеток. И прячемся в лесу. Вот надо будет сейчас это место зачищать, видимо. Пока никого не встретили из других цивилизаций. Хорошо, никого рядом нету. Ну, точнее, они где-то рядом есть, но вот прям впритык их нету. Привет, я как-то один раз играл. У меня моя столица, и, например, здесь столица Вавилона была. Ну, как-то так себе. Так, есть ферма. Теперь смотрим на этого светилища. Ну, я бы сюда ставил это светилище. 50 камня. Ну, меня не хватает, но я куплю. Вообще, я могу каменоломни строить, но я не вижу, чтобы где-то хорошие места для этого были. Во, рудокопа. Сажаем это, и мы сможем драгоценности. Кстати, вот тут у нас еще оливки. Но я пока не могу их обрабатывать. Это надо открыть рощу, укрепление зимы. Это еще не скоро будет совершенно. Очень не скоро. Так. Обратите внимание, что рабочие разного цвета, это зависит от того, от какой они семьи. Мы можем рабочим в городе другой семьи строить, но это будет медленнее тогда. Нам тут предлагают светилище Амани. За каждое прилегающее чудо. А что, мы уже чудо планируем строить? Нет, конечно. Ну, давайте тут рудник. Тут у нас явно будет из рудников такой ромбик. Сколько тут дичи у нас. Так, слушайте, это как раз вот хорошее место для охотников, у которых плюс 100%. Ну вот, это будет город охотников. Здесь, правда, мы их сначала тут поставим, потому что тут тоже дичь. То есть, у нас вот 100% тут и тут будут города охотников, семьи охотников. Блин, надо было уровень этому дать. А, подожди, там 200 муштры. Наверное, 200 муштры уже. О, царь-консорт стал суеверным. Плохо. Минус 2 к мудрости. Так, себе, чувачок, конечно. Давайте собираем еду. Ой, блин, я ж тут стоял. Нафига я туда походил? Так, муштру мы еще можем тратить на уровни 150. Надо будет, наверное, следующим ходом потратить. Ну, а что? Вы уровни, ну, убивая юниты, можете получать. Либо вот таким образом. Тоже неплохо. Лучше у вас юниты были прокачаны. Еще сына по имени герцог Атланерса. Да, ну, тут нам нужно будет больше юнитов. Ой, еще и свинки какие-то. Меотийское озеро нашли. Ну, вот видите, так как там не предложили его назвать, то кто-то раньше нас уже его нашел. Да, даже не стыдя, что он вот так вплотную к варварам стоит. Они все равно нас стоим. Они все равно нас не видят. Так, и осталось один приказ. Как раз дадим уровень. Так, мастер счета. Да, против дальнего боя. Тут вот эти вот ребята стреляющие. Вот этот стреляющий. Вот этот ближнего. Мастер счета возьмем. Так, пока все вроде норм. Сейчас должно язычество кушицкое, видимо, открыться. Да, основная религия кушицкий язычник. Может, язычество все-таки. О, давайте вот эти бесплатные шесть камней. Двести камней, точнее, шесть ходов. Так. Ваш муж хорошо показался в базовой оружейной подготовке. Стоит ли привлечь профессионального воена для дальнейшего обучения царя консортовского ему лет? Тридцать семь. Ну, в принципе, почему нет? Давайте. Плюс две отваги. Боги кушиты не сводят с вас глаз. Религия – это по-прежнему не вопрос веры, а неотлеемая часть жизни. Наборы ритуалов, призванных отвести божественный гнев. Но времена меняются, а вместе с ними меняются и небесные силы. Новые боги и герои привлекают сторонников к своим святилищам культа, а мировые религии распространяются все больше и больше, укореняясь среди простого людо и аристократии. Новые лидеры мира, священнослужители, направляют верующих, и нередко их энтузиазм приводит к религиозным расколам. Действуйте осмотрительно. Что ж, будем действовать осмотрительно. Теперь нам надо еще и учитывать чем еще Old World интересен. Вам надо учитывать отношение к вам семей, не только других цивилизаций. Наверное, никого еще не встретили. Но теперь еще надо будет учитывать отношение к нам религии. Так, поехали поселенцам сюда. Хотя можем уже этим... Сейчас, ладно, я сначала рабочими похожу, наверное. Так, вот здесь мы сюда рудник сделаем. У нас появилось опять дерево тогда здесь. А, нам, видите, не хватит приказа. Ну, тогда просто тут остановимся. А здесь начнем уже... Ну, жемчуг надо добавить как ресурс счастья. Ой, оливки у нас для Сиджу есть. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция Суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Ну, тут в придворных никого. Даже принцы еще не выросли нормально. Вообще никаких придворных. Ладно, заканчиваем ход. Заканчиваем год. Вот то, что у нас ноль камня и минус три при этом, не означает, что мы какие-то штрафы имеем. Мы просто теперь автоматически три камня покупаем. От вас, предводительницы кушицкого язычества. Так, можно там как-то переименовать? Потому что кушицкий язычник, это, конечно... Переходим в кушицкое язычество. Давайте-ка мы попробуем его переименовать здесь. Е. Значит... Кушицкое язы... Честство. Может, как-нибудь по-другому вообще назовем? Давайте назовем... Что... Чему вообще реально они там поклонялись? В общем, почитал в королевстве куш поклонялись вот древнеегипет... древнеегипетским культом всяких там, знаете, вот это... Какие там боги-то? Атон? Что там еще? Ты решил просто назвать религию лешиизм. Все. Потому что это не язычество. Это у нас реальная религия, а не какое-то там язычество. Потом христиане язычники поприходили... Так, город ставим. Не знаю, где-нибудь все-таки вот здесь. И это у нас будут охотники. Видите, плюс 100% к лагерю. А тут как раз лагеря строятся. И тут тоже лагеря. Так что... Третья семья у нас появилась. Ям. Открывает охоту и дает... Кстати, нам дали 50 камня, 50 железа и 50 дерева. Охота это вот тут проект такой. Делать можно. Лечим теперь здесь чувачка. сети. Так, не добавлен еще у нас. Предлагают каменоломни строить. Ну, лучше всего каменоломни, конечно, рядом с горами строить, но, по-моему, походу вот единственное место будет подобное. поэтому, наверное, стоит соглашаться. Правда, мне не очень нравится, что рядом с рекой и рядом с центром там много можно чего другого будет построить. Так что я лучше чуть дальше. На реке и рядом с центром города ну, есть очень много ограничений для зданий, которые только рядом с центром города или только на реке строятся. поэтому лучше эти места не занимать. О, встретили хеттов. Из-за деревьев слышатся крики. Наши люди сбегаются на шум и находят несколько хеттов. Один из них лежит в грязи с тяжелым ранением. Его товарищи спешно обматывают раны повязками и рассказывают нам, что на их караван, идущий в близлежащий хеттский город, напали разбойники. К счастью, торговцам удалось одолеть нападавших и даже их груз дорогого вина уцелел. Так, помочь раненым улучшим отношения. Предложить им свою защиту в обмен на часть груза. То есть, мы теряем муштру, но получаем деньги. И, наконец, убить их и забрать весь груз. Так, а что там у них с развитием? Аналогично ученые. То есть, они умнее нас, но сила аналогична. Ну, давайте тогда... Так, муштра мне еще на что-нибудь будет нужна в ближайшем моменте? Наверное, нет. Давайте, вот, реально продадим муштру за деньги. Ну, и она через реку у нас, Хатуса. У нас тут вряд ли будет проблема. Нам, скорее, вот с этими варварами надо будет разбираться. В этом будет проблема. Эти горы и пролив как раз. Пока хетты к нам добраться точно не могут. Сейчас у нас появятся драгоценности. Это мы дадим Ирджет. Эээ. А как он знал, что я тут? Читы подъехали. Матриарх Батахалия горделивая умерла. Новый... О, с осторожного она расстроенная. А почему? Кто там у нее? Друзья, кто лидер-то? Не показывай, что она лидер. Во время стройки в Мирое работники раскопали древний храм, погребенный под местом строительства. Работы приостанавливаются, пока не будет принято решение о том, что делать дальше. Это за счет того, что у нас уровень культуры увеличился в столице. пусть верные последователи совершают там служение, то есть там появляется служитель. Или разобрать? Нет, давайте пускай служитель появляется. Тем более камень мы через три хода получим. Пасмурное утро приносит конец неделям страданий и агоний. Батахаля горделивая не пережила роды. Ее супруг Кашта облачается в траур. Вскоре Кашта является во дворе в сопровождении служанок. Он настаивает, что мы обязаны разобраться в процессе родов, дабы в будущем избежать подобных трагедий. Так, есть дела и поважнее. Становится скорбящим, а мы четыре приказа получаем. Мы должны измениться. Тратим 210 денег и акушерство Мироя получает. Плюс 20% к науке. Ну да, предложительно уважено это вообще как-то цинично. Плюс 20% к науке по-моему круто. Так, у нас предмет роскоши появился. Теперь мы его можем в город передать. Можем семье. я передаю семье, потому что вот эти их желания повышают отношения с ними. Так, больше пока не можем специалистов. Видите, жителей нет. нету. Ну, казначейство не хочу. Это на деньги. У нас в принципе кучу бабла будут приносить джемчуг. Так, что может лучше прачник, а не советую, что это не военный город, но юниты нам всегда нужны. Поселенцы рано. Давайте, мы иначе вот этих ребят не выкурим. Тут их уже три штуки как минимум. А еще у нас вон там варвары. Туда исследовать вот эту территорию, чтобы было все видно. наверное, дальше я туда вот пойду смотреть. Тут просто явно варваров куча пока. Да, туда пойдем, но я думаю, что это уже будет в следующей серии. Начало неплохое. Как мне кажется, интересное расположение. Пока нашли только хетов. Кто еще у нас в соседях в следующей серии? Спонсоры канала могут ее поискать уже в плейлисте. Для всех остальных она появится завтра. Так, а что в старинном храме, который был восстановлен по вашему приказу, происходит церемония повторного освещения. Наблюдая за ритуалом, вы испытываете необъяснимую тяжесть и тревогу. Вскоре к вам приходит осознание, вы становитесь проклятым. Ё-моё. Наша царица проклятой становится. Ну-ка. Да. Что это означает? Никто не знает, существует ли проклятие на самом деле, но некоторые люди будто привлекают неудачи. Фак. На этой замечательной ноте заканчиваем. Не забудьте написать комментарий, рассказать, как вы там проходите, если вы используете сейв мой. Ну и как-нибудь поддержать канал, тоже стать спонсором, что-нибудь послать по реквизитам, которые в описании и в прикрепленном комментарии есть. Всё, до следующей серии, всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.